сегодня я расскажу вам довольно странную историю речь пойдет о войне 1812 года только сегодня мы разберем ситуацию на американском континенте война 1812 года в америке на первый взгляд почти не пересекается с событиями в россии у нас главные бои теоретически происходили с великой армией наполеона в америке агрессором выступали уже англичане захватчики вроде бы разные а вот результаты очень схожи что в россии что в америке после оккупации 1812 года была написана одинаково слащавая история смысл который сводился к одной простой мысли внешний агрессор разбит на голову а победивший народ что американский что русский празднуют свою независимость все это конечно выглядит очень нарядно россия победила наполеона америка английского хозяин и стала независимой страной но что странно что россии что в америке оккупанты сжигают важные города в россии москву в америке вашингтон что в россии что в америке оккупанты не задерживаются в этих городах наполеон добровольно оставил москву англичане добровольно оставили вашингтон то есть захватили сожгли и ушли куда-то выглядит это достаточно нелогично особенно когда эти истории дублируются на двух разных континентах североамериканские штаты победили англичан россия победила наполеона но вот что странно национальный гимн это главный атрибут независимого государства естественно страны получившие независимость выберут себе особый незалежный гимн так и поступили соединенные штаты и россии соединенные штаты стали использовать гимн британской империи российская империя тоже недолго думала и тоже взяла себе музыку гимна британской империи континенты разные победившие страны тоже но вот гимн у них почему-то один что русские что американцы в начале 19 века вытягивались по струнке под один и тот же незалежный гимн гимн британской империи про гимны у меня есть старый ролик там можно прослушать гимны всех якобы независимых империй но оказывается почти такое же сравнение сделал игорь грек задолго до меня ссылка на ролике в описании россия после 1812 года начинает заселяться иностранными колонистами создаются немецкие колонии с очень знаковыми названиями бородино красная тарутина березино казалось бы зачем новым немецким колониям давать такие странные можно сказать героические названия ведь эти названия тесно связаны с войной 1812 года в которой по версии специально обученных людей победил русский народ нелогично как-то победили русские а название бородино используют новые немецкие колонисты как будто войне 1812 года победили именно немцы вот посмотрите на этот интересный список немецких колоний основанных после войны 1812 года это можно было бы логично объяснить если бы немецкие колонисты основали колонию бородино в мажайском районе но нет эти колонии расположены совершенно другом регионе царской империи так вот соединенные штаты после своей войны 1812 года тоже начали активно заселяться различными иноземными колонистами активное освоение и заселение северной америке началась только в 19 веке до 19 века история северной америке полностью совпадает с историей русских земель по одному очень важному пункту а именно отсутствию реальной истории этих земель как таковой проще говоря вся история россии северной америке была придумана колонизаторами только в 19 веке и что на самом деле происходило на этих землях до 19 века мы можем только догадываться но есть вещи о которых догадываться не надо например религия христианская вера была принесена на американский континент только после войны 1812 года и чтобы мы не забыли об этом эту информацию стали печатать на самом распространенном в то время информационном носителе американской монетки в два цента именно в 1864 году на этой монетке появилась надпись в бога мы верим в москве примерно в это же время начинается строительство храма христа спасителя храм христа спасителя возведен в честь победы в войне 1812 года специально обученные люди рассказывают что храм был полностью построен и освещен в 1883 году конечно это может быть правдой но я в этом сомневаюсь ведь на фотографиях 1908 года внешняя отделка храма еще не завершена но на самом деле это не так уже важно в этой истории важен сам факт что именно во второй половине 19 века в америке популяризируется вера в бога с помощью надписи на монетах а в россии с помощью огромных новых храмов и вот что важно уточнить если война 1812 года в европе закончилась 25 декабря 1812 года война в америке в 1815 то почему же надпись на долларе верим в бога появилась только в 1864 это весьма важный момент начало завоевания среднерусской возвышенности началось 24 июня 1812 года североамериканского континента 18 июня 1812 года мы видим почти полную синхронность начала операции континенты разные оккупанты тоже но военная операция началась на разных континентах с разницей в одну неделю и это почти идеальная синхронизация учитывая отсутствие телеграф так вот всемирная война началась в 1812 году но не в 1813 не в 1815 году она не закончилась боевые действия что в россии что в америке продолжались вплоть до 1865 года в америке как раз закончилась непонятная гражданская война между севером и югом событие это вроде бы хорошо освещено фотография сохранились сотни снимков этой войны так вот снимков вроде бы много но что странно все эти снимки изображают северян когда смотришь архивы этих фотографий то просто поражаешься почему зафиксирована только одна из воюющих армий складывается четкое убеждение что северяне воевали с каким-то фантомным врагом который просто не любил фотографироваться так вот в россии в 1856 году закончилась крымская война описана она вроде бы достоверно но вот что странно при раскопка в крыму находят пуговицы и гренадки образца 1812 года как будто великая армия наполеона не повернула после москвы назад а продолжила победоносное шествие до крыма также нельзя обойти стороной такое важное событие как отмена крепостного права в 1861 году проще говоря в 1812 году на разных континентах началась большая наступательная операция целью которой служил полный захват почему-то плохо заселенных в данный период земель с 1812 по 1865 годы были полностью захвачены территории на которых сегодня расположены соединенные штаты америки и россия конечно нельзя сказать что целью захватчиков было уничтожение коренного населения в этой операции местных жителей старались почем зря не убивать ведь это была не война на уничтожение здесь все прозаичнее это просто бизнес новые территории это новые ресурсы новые ресурсы это в будущем новые территории а ведь ресурсы кто-то должен добывать возделывать поля добывать руду в шахтах тягать баржи с товаром поэтому захватчики просто так не убивали аборигенов аборигенов прикармливали и давали непыльную работенку бурлатских артелях и на рудниках правда не всегда удавалось сохранить жизнь аборигенов например в новых северо-американских штатах катастрофически не хватало местных рабов и поэтому туда активно вербовались колонисты из европы не все приезжали добровольно поэтому процветала белое рабство белые рабы из ирландии подростки из европы участь которых была подчас хуже черных рабов история освоения северной америки еще более запутано чем история россии если в россии еще и оставалось население то американские земли были почему-то пусты конечно специально обученные люди нам расскажут о миллионах бестолковых индейцев которые только и умели что скакать по прериям с томогавка снимать скальпы с несчастных белых и курить вот такие вот трубки эти рассказы конечно интересно особенно момент с трубками если китаец держит такую трубку то он курильщик опиума если индеец то эта трубка мира так вот любители истории нам рассказывают что коварные европейцы истребили разными коварными способами миллионы индейцев проживающих на этих землях то чумные одеяла подарят то вместо табака в трубочку мира подсыпят английского чая слушать про это конечно интересно но эти рассказы совершенно нелогичны зачем завоевателям новых земель уничтожать бесплатных рабов тем более что после уничтожения местных им приходилось завозить дорогущих африканских про очень дорогих рабов меня был ролик правда не уверен что я его не удалил в том ролике нет ничего сверхъестественного там просто арифметические расчеты которые показывают что один черный раб стоил как маленькое стадо коров и покупать рабов из африки было экономически невыгодно так вот колонистам не имело никакого смысла уничтожать местных аборигенов ведь каждый индеец это одна рабочая единица а смысл захвата новых территорий как раз и заключается в получении прибыли и получении новых ресурсов и кто будет эти ресурсы добывать обрабатывать и тянуть в порт на себе конечно же местные аборигены фантасты 19 века фенимор купер со товарищами неутомимо создавали на странице своих романов образ кровожадного дикаря в перьях который без устали носился по прериям в одной руке держа ляжку недоеденного бизона другой рукой снимая скальп белый невинный колонист все это читать интересно только вот эти истории часто противоречат сами себе взять хотя бы любовь индейцев к скальпу ведь это любовь не возникла после курения трубки мира совсем нет скальпы индейцам были совсем не интересны вплоть до того момента когда за эти скальпы индейцам не начали платить белый оставим пока скальпы в покое давайте посмотрим лучше на население южной америки и вот что странно эти места колонизировали такие же кровожадные европейцы но почему-то местное население никуда не исчезло что в боливии что в венесуэле проживает огромное количество местных аборигенов которые с удовольствием вносят свой практически бесплатный труд в мировую экономику значит кровожадные испанские конки скадоры почему-то не уничтожили аборигенов южной америке а просвещенные колонисты из франции и англии подчистую уничтожили миллионы индейцев североамериканского континента что в общем-то нелогично ведь всеми войнами правит бизнес а торгаши просто так никогда не будут уничтожать такой ценный продукт как раб раб в иерархии ценности стоит выше буйвола ведь буйвол не сможет сам обрабатывать поле не сможет собрать и обмолоть урожай пшеницы да что там пшеница даже стада буйволов не сможет снять смели застрявшую баржу а вот десяток другой бурлаков легко поэтому раб это один из главных сопутствующих ресурсов новых колоний это очень странно что в новых североамериканских штатах почти не было местных рабов совершенно непонятно почему эти земли обезлюдили к началу 19 века наверное многие обратили внимание на то что я постоянно рассказываю только о начале 19 века но ведь по версии специально обученных людей европейцы появились в северной америке уже в конце 16 века и концу 18 века северная америка насчитывала четыре с половиной миллиона жителей европейского происхождения так давно так только вот эта официальная версия очень плохо подтверждена достоверными факты вот смотрите какие яркие нестыковки обнаружил игорь грек начнем с нью-йорка в 1775 году нью-йорк занимал площадь всего в полтора квадратных километров и жил в нем 25 тысяч человек в 1790 площадь города увеличилась до 2,7 квадратных километров количество жителей тоже подросло и составило 33 тысячи человек вроде бы ничего странного в этих цифрах нет теперь просто смотрим и удивляемся это манхэттен посмотрите на небоскребы в 2012 году плотность населения острова манхэттен который считается самой густонаселенной территории сша составляла 27 с половиной тысяч человек на квадратный километр вроде бы все нормально в таких многоэтажных домах спокойно может проживать 27 тысяч человек на одном квадратном километре теперь вернемся прошлое иллюстрация великого пожара в нью-йорке 1776 год на этой картине мы не видим многоэтажных небоскреб площадь нью-йорка составляла полтора квадратных километров и вот на этой площади проживала 25 тысяч человек то есть 16 тысяч человек умещалась на одном квадратном километре небоскребы манхэттена 2012 году вмещали 27 тысяч человек трехэтажки 1776 года 16 тысяч человек на один квадратный километр в 1790 трехэтажки немного разгрузились ведь город подрос и плотность населения составила уже 12 тысяч человек на один квадратный километр по ходу специально обученные люди нам немного подбирают насчет количества жителей сша в конце 18 века и завышают количество жителей соединенных штатов в разы вот даже на карте реки гудзон 1776 года хорошо видно слабая заселенность окружающих территорий что характерно для первоначального этапа колонизации а вот у нас другой старейший город соединенных штатов олбани основан он аж в 1624 году город очень перспективный ведь он поставлял на мировые рынки весьма ценный товар шкурки бобров вот такой звездчатый форт рисуют на картах казалось бы старейший город сша должен расти просто гигантскими темпами ведь что может быть ценнее шкурок бобра в 1790 году население олбани составляла всего три с половиной тысячи человек и как такое может быть городу 150 лет стоит он на лучших бобровых путях а население совсем не увеличивается пойдем дальше филадельфия карта с сайта конгресса сша 1753 год видим просто громадный город квартал тянутся от одной реки до другой вот наверное место где жили десятки тысяч очень странно но карта 1777 года это опровергает на этой карте видно что филадельфия только начинает застраиваться вот еще одна карта 1777 года и мы снова видим достаточно скромную застройку даже на карте 1796 года филадельфия еще не достигла гигантских размеров как на карте 1753 года да и забыл уточнить изначальная датировка этой карты была 1777 год а затем простым карандашным розчерком карту состарили на 23 года так что население северной америки вплоть до начала 19 века было достаточно скромно 100 максимум 200 тысяч человек и располагалось она прибрежных маленьких городках располагались они в этом месте совершенно не случайно странно конечно что с момента открытия северной америки прошло уже 150 лет а население среднестатистического американского городка так и не превысило нескольких тысяч человек но речь сейчас пойдет не об этом мы поговорим о фантастическом природным явлением и о том что северная америка просто физически не могла оставаться не открытой сейчас совершенно неважно кто открыл америку колумб или какой-нибудь другой мифический персонаж более важным является другие вопрос когда это произошло и почему нам рассказывают что колумб открыл америку почти случайно он просто был четко на запад и просто уткнулся в американский континент все это конечно хорошо но давайте посмотрим на маршрут кораблей колумба из испанского порта корабли колумба не отправились четко на запад через атлантик что было бы логичным и полностью соответствовало бы исторический мифов колумб поступил достаточно странно для человека уверенного что нужно идти строго на запад начале он спустился к канарским островам пополнил запасы хотя непонятно зачем это делать ведь это нисколько не приближало его конечной точке осенью дождался попутного ветра и только тогда взял курс строго на запад и все четыре путешествия он совершил именно по такой схеме очень странное поведение для человека который впервые в истории человечества идет по этому маршруту но вся нелогичность этого поступка исчезнет если мы посмотрим на карту течений если стартовать осенью от африки в промежутке между канарскими островами и островами зеленого мыса то северо экваториальное течение и попутный ветер примерно через 30 дней пригонит любую посудину к островам карибского моря система течения в этом районе настолько уникальна что не только приносит любую посудину берегам америки стартуя от карибских островов через несколько месяцев после прибытия течение гольфстрим и западный ветер любую посудину неминуемо вынесет в промежуток португалия испания марокко так что природа позаботилась об уникальном водном экспрессе который не только доставит любой корабль за 30 дней берегам америки но и заберет этот корабль в обратный путь до европы так что люди просто физически не смогли бы не открыть америку именно поэтому первые поселения колонистов были организованы в этом районе здесь течение и попутный ветер подхватывали корабли с грузом предназначенным для европы так что те кто придумал приключения колумба хорошо знали о течениях и поэтому в их рассказах колумб не плыл сразу на запад а шел к началу великой морской реки и вот что у нас получается есть богатый континент плохо освоенные европейцы есть удобные течения которые помогают доставлять товар прямиком европу несмотря на все это американские колонии почему-то очень плохо развит перелом произошел только после войны 1812 года именно после этого события соединенные штаты америки идут вглубь континента складывается стойкое ощущение появление какой-то реперной точки именно в 1812 году до 1812 года северная америка россия индия и австралия это мало заселенные земли не имеющие никакой центральной власти на этих территориях проживают обособленные группы людей достаточно небольших количеств наступает 1 1812 год и мир меняется на глазах начинается освоение сибири и канады и пустынных земель австралии армия одетая в одинаковую форму для всех континентов захватывает новые земли начале используя водные пути чуть позже применяя железные дороги это больше похоже не на войну она продвижение колониальных войск по брошенным по каким-то причинам территории как будто после какого-то катаклизма одна страна уцелела сохранила центральную власть и армию и эта страна не спеша в 1812 году начала осваивать пустующие территории попутно приобщая к труду у отчисленных аборигенов даря им религию и новую цель ведущую к всеобщему благу но аборигенам дарили только цель всеобщее благо достанется только избранно на этом я пока остановлюсь покорение америке продолжим в следующий раз на этом все смотрите мой канал